Салют, братва! С вами Ревас! Экстренные парни включения! Прямо сейчас проходит собеседование в полицию города Эдова! Государственные новости! Полиция округа! Уважаемые жители округа, минуточку внимания! В данный момент проходит собеседование в организацию полиции округа. Для вступления необходимо прибыть в холл ГОЭВД. И да, братва! Рад всех приветствовать в нашей новой четвёртой серии «Пути от бомжа до лидеров СБ». В прошлой нашей серии мы с вами успешно закончили службу в армии. Дослужившись до звания старшины, получив третий ранг, мы успешно забрали военный билет. И теперь, имея военный билет, ну а также весь пакет документов, я с полной уверенностью направляюсь вступать в полицию. Так, вот она наша полиция, в которую мы сейчас будем вступать. Выходим давайте из машины и направляемся в холл. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько ж тут сотрудников! Собеседование активно сейчас проходит, давайте остановимся в очередь. Слушаю вас! Судя по всему, это я Данил Рахмани, это и есть полковник, который проводит собеседование. Я подал заявку! Вам её одобрили? Никак нет! А чё ты именно пришёл сюда? Ожидайте, когда одобрят! Здравия желаю! Я Джерри Бон! Я пришёл на собеседование. Здравия! Хорошо, паспорт, лицензии и медкарту. Можете показать? Достал пакет документов. Положил пакет документов на стол. Пакет документов на столе. Показываем давайте ему паспорт, далее медкарту, ну а также наши лицензии. Отлично! Вы приняты! Сейчас выдам форму! Во! Данил Рахмани предлагает нам вступить в организацию полиции округа. Всё! Забрал ключ от шкафчика, забрал документы. Благодарю! Хорошей службы! Так, хорошо, давайте проходим в раздевалку. Раздевалка нам вот сюда. Переодеваемся давайте в рабочую форму. Во! Прописываем команду статс, ну и давайте смотрим. Организация полиции округа, должность рядовой. Первый ран. В этой полиции, в городе Эдова, я ещё ни разу на этом проекте не был. Для меня это будет впервые. Интерьер здесь такой же, как и в полиции города Арзамаса. Давайте прямо сейчас перекусим. Также абсолютно бесплатно в армии. Здесь у нас по идее также ещё и хилочка есть, да, давайте подхилимся. Касаем же снаряжение, всё что мы можем взять, только дубинку и бронежилет. А нет, оружие нам также всё доступно, даже будучи на первом ранге. Так, давайте прямо сейчас направимся в кабинет отдыха, где мы можем пафокашить спокойно. Зашёл вновь в дискорд канал Родины Северного Округа, давайте заходим вот сюда, настройки профиля сервера. Так, мы уже ушли с армии, давайте указываем ГУ ЭВД, никнейм тоже самое, ранг первый. Всё это мы делаем для того, чтобы получить роль в данной организации. Снимаем роль армии, и давайте отправляем заявку на получение новой роли, а ждать одобрения от вашего лидера, либо заместителя. Как только нам роль одобрят, мы сможем вступить в специальные темы, где сможем посмотреть, что нам необходимо для повышения нашего ранга. Ну а также, помимо этого, нам откроется тема, где мы сможем подавать отчёты для того, чтобы нас повысили. В любом случае, насколько я знаю, насколько я помню, нам сейчас придётся сдавать экзамены. На знания УК, КУАП и прочего-прочего-прочего. По мемберсу, давайте посмотрим в данной полиции, чего 29 человек, очень даже не дурно. Что у нас здесь по квестам, давайте посмотрим. Полицейский, квестовый персонаж Алексей. Проверить паспорта от 20 человек, поймать 5 преступников, обыскать 15 человек, отогнать 10 машин на штрафстоянку. Ну, квесты здесь будет определённо посложнее, нежели в армии, но и награды здесь не менее вкусные. Так, всё, роль нам одобрили, довольно-таки быстрая система повышения, давайте посмотрим. Так, ну я вот так вот смотрю, в принципе, система довольно-таки лёгкая, повышение на усмотрение лидера. Нету какого-то конкретного списка задач, которые я должен выполнить. Будем делать всё на своё усмотрение и далее подавать отсчёт с надеждой на то, что нас повысят. После того, как мы получим звание капитана, нам необходимо будет пройти КМБ и далее уже вступить в какой-то отдел. Как я думаю, в полиции я задержусь где-то до 6-7 ранга и далее буду пробовать переводиться ФСБ. Правда, если честно, я даже понятия не имею, как переводиться ФСБ, но ничего, в будущем узнаю. Так, давайте пока что в целом исследуем нашу организацию. Где тут вообще парковка, где берут служебные автомобили? Ага, вот, на заднем дворе. Так, у нас первый ранг, я так понимаю, ни один автомобиль пока что нам не доступен. Для того, чтобы, судя по всему, нам повыситься до второго порядкового звания, нам необходимо сдать экзамены, никак иначе. Зашёл на форум, так, МВД, основная информация и правила. Вот она, парни, если что, ссылочка. Здесь, по идее, есть вся информация, которая нам будет необходима для того, чтобы сдать экзамен. Законы, Конституция, Федеральное постановление, Уголовный кодекс. Так, вот из этого всего нам что-то да и пригодится. Само собой, да, можно немного так чисто пройти глазами, всё это почитать, но на самом-то деле всё это учить, ну, довольно-таки жёстко. И поэтому я, скорее всего, как делают многие другие игроки, включу свой телефон, открою это всё там и буду подглядывая, отвечать на вопросы. Пока что так слегка, чисто, почитаю, прибегусь своими глазами. Вот так вот по карте смотрю и понимаю, что сейчас, судя по всему, какое-то построение. И где они все строятся, боже мой, на крыше, судя по всему. А как туда подняться? Давайте ещё раз дам круголя. А, вот она, вот она метка, подняться на крышу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, был на спецоперации порта на тренировке. Помогал делать БК армии. Доклад окончен. А, я так понимаю, сейчас, судя по всему, какое-то вечернее построение, на котором они делают доклад о проделанной работе. И далее, возможно, получают неочередное повышение. Так, ну, вроде меня отсюда не прогнали, вот так немного ещё понаблюдаешь. Оп, он на меня смотрит. Здравия желаю, я новобранец. Вот буквально недавно прошёл собеседование. Хорошо, в строй. Слушайте, я докладываю старший состав и учитесь. Ну, думаю, в будущем нам это также будет полезно. Максим Безека. Догладывает капитан Безека. Сегодня словил пять опасных преступников, был два раза на порту и подал отчёт на повышение. Доклад окончен. Ну, в принципе, мне и так всё уже понятно. Такс, прошли уже сутки. Я уже неплохо так тут освоился. Всё оббегал, местность всё изучил. Сейчас, для того, чтобы мне повыситься до второго ранга, мне необходимо сдать вступительный экзамен. Для его сдачи мне необходимо будет знать КОАП, кодекс об административных правонарушениях. Ну, а также ОКО, уголовный кодекс. Пробиваем, давайте, Мемберста, генерал-майор Артём Санти. Те, кто смотрели нашу прошлую рубрику «Пути до лидера полиции», помнят этого игрока определённо, я думаю. Данный игрок очень хорошо отстоял свою лидерку в ГИБДД, и вот он решил взять данную лидерку только уже другой полиции. Так, давайте его поищем, где он тут бегает. Директор. Так, в кабинете своём его нету. Куда он пропал? Товарищ генерал, здравия желаю. Я новобранец. Желаю сдать вступительный экзамен. Народ какой-то вот подтягивается, судя по всему, прямо сейчас в нашу полицию запустили собеседование. А нет, странно, чё они сюда все пришли? Здравия желаю, Ричард Робертсон. Новые, так скажем, знакомства. Ух ты, а это у нас уже большая шишка, капитан. Опа, подполковник Матвей Миллер. Боец, если желаете, можете мне сдать. Так точно, где вы? Сейчас прибуду, отлично. Я так немного прошёлся глазами, всё почитал, но на всякий случай, само собой, через телефон я это всё открою, чтобы, если что, подглядывать. Что, скорее всего, я и буду делать. Так, этот Матвей Миллер, судя по всему, проводит прямо сейчас в держании. Да, всё, засадил. Идёмте. Хорошо, последуем за ним. Конференциальный зал. Нам сюда. Здравия желаю, подполковник ГУВД Матвей Миллер. Это начальник учебной части. Здравия желаю, я новобранец Джерри Боун. Что первое хотите сдать? Начнём с уголовного кодекса. Капец, я просто мгновенно всё забыл. Открою пока через телефон уголовный кодекс. Один УКСО. О чём гласит? Так, наверное, он имеет первую статью. Убийство лишения свободы сроком на 5 лет. Угу, здорово. 42 УКСО. Незаконное изготовление, продажа, хранение наркотических препаратов. Боже мой, как я написал это слово. Угу, хорошо. Поздравляю, Джерри. Вы сдали уголовный кодекс Северного округа. Отлично. Коап дальше. Так, точно. Так, ну, коап я знаю уже получше. 4 и 1 коап. Нарушение правил остановки. Стоянки. Это я уже помню. Я ранее очень много игроков штрафовал по такой статье. И это у меня в голове ещё осталось. Штраф 25 тысяч рублей. Угу, хорошо. 8 и 4 умышленный и выезд на встречную полосу движения. Штраф 30 тысяч рублей. Я же на сколько вот помню себя, наглых вот таких вот водил, которые по встречке сносили всё на своём пути. Я просто брал и лишал водительских прав. Поздравляю, вы сдали коап. Остался трудовой кодекс. Разрешите немного подготовиться. Буквально 2 минутки. Так точно. Так, трудовой кодекс. Чё-то я этого не помню вообще. Надо бы сейчас быстро это дело найти. Устав, правоприменение, правоповедение ареста, правоподача в роз. Возка, где? Где этот трудовой кодекс? Подготовились? Секунду. Вытирает ладонью пот на лице. Так, переходим в раздел государственной структуры. Далее правительство. Основная информация и правила. Может быть где-то здесь? Нет, ничего. Оба-на! Возможно, это оно и есть. Законы и трудовой кодекс. Да, скорее всего оно. Наконец-таки нашёл. Я готов. Хороший 4.16.1 ТК. Неявка на построение безуважительной причины приравнивается к нарушению правил строя. Так точно. 4.3 ТК. Запрещено злоупотреблять служебным положением. Использовать в личных интересах. Ого, хорошо. Поздравляю, Джерри. Вы сдали трудовой кодекс. Так, ну надеюсь, на этом уже точно всё. Пройдёмте за мной. Ух ты. Судя по всему, какое-то собеседование сейчас проходит в нашу организацию. Вот он, Артём Санти. Сейчас. Я смотрю, к нам в полицию народ так и хлещет. Жетон 320 сдал экзамены. Здравия желаю, я новобранеца Джерри Бонд. Здравия желаю, боец. Надеюсь, прослужишь у нас ещё долго. Оп, чего? Чё, чё это? Лидер вашей организации, Артём Санти, повысил вас до должности младший сержант. Товарищ подполковник, мне разрешено носить такую форму. Так точно, это хорошо. Пробиваем давайте команду стац. Итого, мы с вами достигли второго ранга в должности младший сержант. Вот это уже другое дело. Знаете, вот чем вот мне прям нравится местоположение этой полиции? То, что здесь гораздо, так скажем, тише. Нету какой-то прям лютой суеты. Если в этой полиции, в которой мы были ранее, которая находится вот прямо в Арзамасе, к нам постоянно приезжали всякие деймеры, неадекватные, там прям проходимость и кучка огромная. Даже здесь как бы, да, текучка хорошая, люди время от времени проезжают. Но всё же самое главное, неадекватов здесь как будто гораздо меньше. Гораздо всё как-то спокойнее. Я не транс! Вы транс! Чё? Боже мой. Человеку, судя по всему, просто отказали за то, что у него внешка женщины, но имя в паспорте, судя по всему, мужчины. Так, получив второй служебный ранг, мы, по идее, уже можем пользоваться служебными автомобилями. Audi Q7 Police. Во, ё-моё. А ну-ка, почему бы и нет, как в старые добрые времена, давайте отправимся на миссию. На старой свалке, в Люберцах, проходит встреча банд. Поезжай туда и сделай три кадра. Награда за эту миссию 25 тысяч рублей. Ну, как-то маловато. Не, я рано откажусь от данной миссии и начну новую. Начать новую миссию можно через одну минуту. Вот это тут городишко Эдова, в котором находится наша полиция. Он очень мал, на самом деле. Из такого, наверное, самого главного, за счёт чего сюда приезжают ироки, это за счёт того, что здесь есть казино, которое находится прямо вот у нашего полицейского участка. Ну, а также вот у больницы в городе Эдова. Казино, как бы, ну, есть казино. Так, возле реки вас ожидает свидетель преступления. Встретите его и отвезите в участок Эдова. Так, за выполнение этой миссии мы получим 10 донат монет. Вот это уже лучше, гораздо лучше. Давайте отправляемся. На сегодня одна доната монета 18 тысяч рублей. Чисто вот так вот подобрать этого свидетеля, отвезти его к полицейскому нашему участку и заработать за это 180 косарей, ну, я считаю, довольно-таки неплохо. Находится этот свидетель прямо вот тут, вот, рядышком. Подобрали данного свидетеля. Если вы также сотрудник полиции города Эдова, это, наверное, одна из самых лучших миссий, которая может вам выпасть. Выполняется эта миссия буквально где-то за 3-3 минуты. Ехать тут, ну, реально, вот совсем ничего. Вот оно, то есть, прямо здесь. Подъезжаем к полицейскому участку. Всё, миссия выполнена легчайший 10 донат монет. На этом же, дорогие друзья, данная серия подошла к концу. В этой серии мы, наконец-таки, успешно вступили в полицию. И мало того, что вступили, так ещё и умудрились повыситься до второго порядкового звания. Должности младший сержант. В следующей серии я вновь скачаю МВД Хелпер, полезный скрипт. Я не понимаю, зачем он там по мне стрелял, ещё и офнулся. Зараза такая. Скачаю, в общем, полезный данный скрипт для полицейских. Наструю его под себя. И потихоньку буду трудиться во благо этого округа. И в дальнейшем буду повышать своё порядковое звание. Что позволит мне, собственно, в будущем перевестись в ФСБ. Если, парни, данная серия вам понравилась, Мне будет очень приятно, если вы не забудете поставить ей лайк, ну а также подписаться на мой канал. На этом, в принципе, всё. Всем желаю удачи!